здравствуйте дорогие друзья театр поэтов вещают в ваших телевизорах сегодня в гостях на вашем общественном телевидении победитель всероссийской премии послушайте имени велимира хлебника 2012 года триумф лауреат стефания данилова здравствуйте здравствуйте да меня то зовут владимир антипенко я президент этой премии вот и как бы я тот человек который это организовал но со многими многими людьми и надеюсь я сегодня поблагодарю их человек по-человечески но сперва мы хотим услышать твои стихи победителя начнутся стихотворение которое уже очень известно на которой уже написана песня я не море не пушкин не бог и не царь не живу на груди обелисков я наверное так кто не прячет лица если ты подойдешь слишком близко я не знаю значения слова люблю но его различаю оттенки я стихами плююсь как заядлый верблюд но не значусь в бурвальных статейках я от счастья мужчина из старых времен вероятно что джентльмен и рыцарь я боюсь не назвать настоящих имен также как невзначай повторится я наверно поланник во мне ни на грош уникального нет и не будет я та самая пропасть и рыжая рожь как гарнир обрамляющий блюда это самая правда что колет глаза мэри крисмас а у бедная мэри я наверно москва я не верю слезам и тебе не советую верить спасибо стефания данилова исполнила нам свои стихи знаете дорогие друзья вот я сегодня наоборот такой не бешеный а такой какой-то спокойный ну как бы мы уже совершили свое дело мы вручили наши награды может быть назовем кто еще был значит саша а давай ты назовешь ты знаешь саша без драма лауреат арсений молчанов арс пегац эго лауреат семена саев нет лауреат это человек которого выбрали интернет голосованием и 21000 с копейками человек проголосовала за семена проголосовала 5000 человек он также безликий подсчет лауреат надя дречу тоже почетный ряд и кто-то андрей орловский тоже почетный ряд мы всех назвали точно я думаю что может стоило придумать еще какие-то номинации потому что ребятки совершенно разные все вот эти почетный ряд и я бы ему придумала вообще что-то семена саев семена саев тоже стал почетный ряд но его знают только как лауреата я понимаю нет ну это все равно было вот ситуация в том что вот премия послушайте она заявляется так что дается не за стихи не только за стихи но и за те дела которые поэт совершил в обществе так сказать со своей судьбой самим собой со своим творчеством и собственно вот здесь присутствует человек который которого 60 уважаемых членов жюри 62 можно сказать так сказать общим голосованием выбрали да вот у тебя есть какие-то комментарии насчет потому что все результаты голосования мы как бы опубликовали комментарии честно говоря это было полнейшей неожиданностью для меня потому что это посмотрела против арс и пегаса мне было совершенно нечего выставить и поэтому я уже заранее отдала победу ему я ему еще в день премии говорила все я чувак я приду тебя поздравить поболеть за тебя и уйти с друзьями там в кафе все потом когда мы сидим на сцене втроем объявляют сашу бесса как драму арсу как эго я такая сижу не уже осталась на сцене 1 нет еще владимир помните вы сказали арс идите в зал останьтесь там вот не уходите мне показалось сейчас минут какого-нибудь там почет лауреата очередного и потом владимир скажет своим фирменным таком тоне а сейчас триумф лауреата короче объявляем арс пегаса ходи на сцену а ты-то почему осталось а то есть ты не поняла что тепло трудно поверить что это ты зал ты уже знал уже видишь все поняли технологию что да 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 кстати по поводу почет лауреата на самом деле вот я бы хотел сказать два слова по мнению вот моему его торг комитета премии вообще вот все кто попал шорт-лист это замечательные удивительные поэты и творцы и деятели а дальше уже естественно все существует в этом мире все равно субъективно все что касаемо человеческих чувств эмоций вкусов и так далее да и вот в этом году вот так суде жюри рассудила да вот но почет лауреат это те люди которые как бы набрали меньше голосов количество голосов но это все равно удивительные классные люди вот так я бы сказал тогда еще стихотворение тебя послушаем а потом еще скажем иногда я пишу стихи от мужского лица в этом нет ничего странного потому что отчасти как я уже говорил о предыдущем стихе я ощущаю себя мужчина из прошлого века и вот милый а я не знаю зачем живу землю марая следами двадцатый год каждый из них равняется в сердце шву мне там царапки ставить чеширский кот и улыбается сволочь усатый гад станешь иным не став для других никем как подскажите чем его затыкать замазывать как замечание в дневнике в школе не хуже всех и не лучше всех в золотой медали один рывок даже не жаль что вот такой успех достался всем читавшим плейбой и вог что-то писал придумывал сочинял показывал улыбал заставлял грустить кому-то из однокашек война чечня а кто-то решил цветы и детей растить кто-то ушел в суровый пивной запой кто-то тихо умер представь во сне меня очень часто просят на встречах спой а у меня есть слух но голоса нет что я полезного сделал моей земле миру вселенной галактики черта с два неоднократно был я на веселе знаю это не повод для хвостовства что до карьеры много кем побывал много с кем познакомился по пути я знаю что такое карданный вал и как с французского переводится слово пти но у милы самого главного не дает жизнь похожая с виду на детский букварь вот ты ходишь по миру как идиот наивно веря что в фильмах лишь киноварь все что хочу любить тебя всем собой мысли угадывать ровно на час вперед предупреждая каждый программный сбой и если тебя детальками разберет снова собрать буквально из ничего вместо молчания пить золотистый брют из жизни принудительно кочевой тебя увести в свечки диван уют этим вещам больше не учит жизнь это мол карабкайся парень сам за чужой нос держись за чужой глаз держись меня и носки валюту и адреса но ты влюблен ты уже так влюблен она и слева и справа и впереди а сзади я до нолика округлен и лишь с тобой я встану опять один а ты уже захотел от нее детей и общий дом какой-то дежавю какого попадаются нам не те милый а я не знаю зачем живу быть с тобой это все что я мог хотеть спасибо дорогие телезрители стефания данилова триумф лауреат всероссийской поэтической премии послушайте имени велимира хлебникова пришла сегодня к нам в гости а я президент этой премии но это мало ли кто только что включил меня зовут владимир антипенко мы еще не об не объявили гуру лауреата в этом году гуров я расскажу гуру лауреатом а это имеется ввиду номинация без возраст без возрастных ограничений дается за деятельность ну как за заслуги в деятельности театр поэтов послушайте вот поскольку премию послушайте хлебникова основал театр поэтов послушайте в 2010 году если и сегодня мы его вручаем в третий раз вот имеется ввиду на днях в день рождения хлебникова 9 ноября но гуру лауреатом имеется ввиду 2012 года стала людмила александрова это та самая женщина которая благодаря которой театр поэтов послушайте в свое время возник 2003 году и потом чем-то достаточно успешно действовал в течение пяти лет на пушкинской 9 по крайней мере вот орг скажем комитет театра и тех вот как бы старейшим нашего театра все вы единодушно признали что это должна быть она хорошо давай вернемся теперь к тебе значит какие еще у тебя впечатления от вручения например то что кое-кто украл у меня букет цветов мой а лазинивич это же триумф лауреа 2010 года если я не ошибаюсь ну да ну вот так что все что есть люди которые не гнушаются украсть цветы у победителей это наверное печально ну хорошо я могу сглажать негативных впечатлений в основном все было просто очень здорово и замечательно знаешь эти могу сказать что любили познакомилась с кучей красть цветы это замечательно я бы сам у тебя украл цветы если бы у меня была такая возможность не будем эту тему продолжать я тебя просил между прочим до эфира до этого не делать между прочим ну хорошо ладно значит тогда давай исполняю стихи тогда какую тему бы исполнить я думаю у меня тут столько всего а прочитаю-ка я что-то вроде тоста которые на концертах обычно читаю и говорю а сейчас самое время подойти к барной стойке что-нибудь заказать не без этого на алкоголь за сида с нэнси за бой не с клайдом за всех влюбленных в таком ключе я пью сегодня все в шоколаде печеным яблоком в куличе за телефоны и на филеты за все незанятые места чтобы оставались всегда билеты на все последние поезда за средиземное море чая кофейный маревый океан и чтоб сказавший тебе скучаю в ответ услышал совсем как я за маму с папой луну и солнце за непотерянное лицо за то что помнился нам высоцкий и никогда не забыл с отцой за всех сидящих за всех лежачих за всех стоящих на блокпостах за тех кого непременно жальще с войны пришедших одним из ста за прозу розу азора прозок я поднимаю бокал а бровь за всех заслуживающих розок за рифму типа любовь и кровь за всех собравшихся под эгидой меня состарившийся слегка за всех кто был мне по жизни гидом всех от мала и до велика за столкновение в лобовое сердечных наших больших машин за то что я вечерами вою то позвони мне то напиши за зажигалки от фирмы зипа за недопетую ай лавью за все несказанное спасибо я поднимаю бокал и пью спасибо на стефания данилова и стеф неужели вот больше никаких впечатлений давай начнем с того самом деле море просто меня первое впечатление это вот шок который девяносто девять процентов а потом подарили все эти картины вносите огромные шикарные картины я такая сижу сел на пол чтобы их не затмевать фотографии просто чудесная очень редко хорошо получать на фотографиях но это мое личное мнение теперь большинство этих картин висит у меня дома одну подарила своей близкой подруге турнеезоль которая кстати тоже великолепная поэтесса а потом после всей этой церемонии после награждений читки стихов мы поехали на скорте сколько там было 13 машин не помню по невском проспекту по набережной я высовывалась по пояс из машины орала опа опа гангдам стайл и творила всякие безумства потом шли с друзьями по улицам читали стихи в красный рупор которые сегодня тоже хотела взять с собой но решила что в рюкзак он у меня не влезет вот и вообще больше все мне конечно приятно что сам юрий шевчук творчество которого я люблю с детства что такое осень это вообще был наверное гимн моего детства он поставил не 10 баллов это вышется это очень приятно для меня тебе поставил если вы посмотрите это видео вам огромные от меня даже не знаю как это с вами писать спасибо ясно но саши без он тоже поставил десятку но это это логично это не такой человек чтобы выбирать кого-то одного он объективно оценивать людей и саша без невозможно объективно оценивать даже кто бы не мы все люди абсолютно и ты знаешь что мне сказал юрий юлианович когда по телефону озвучивал судейство он говорит все такие замечательные но я не то что за меня все классные все будет но я для себя решил судить так он мне так сказал что вот я есть есть читаю стихотворение там да и вот как бы смотрю вот я бы так не смог написать вот так вот если поэт пишет так как он может написать он ему ставит меньше балл а если он восхищается стихом и он так так бы не смог вот написать вот как ты например он тебе ставит 10 вот так как бы озвучил свою категорию оценок именно юрий юлианович шевчук и кстати в интернете вот сейчас уже выложено его послание которое со скрипом прозвучало в зале давайте значит так у нас алексей германович лушников член жюри нашей премии основатель телеканала вот подарил картину гуру лауреату людмиле александровой предоставил приз алексей германович был на вручении собственно сам самолично вручал спасибо алексей германович лично от людмилы вам передаю вот а очень ей нравится ваш картин очень просто она сказала эта картина лучше всех ну хорошо это нормально вот далее у нас был александр абрамович друсть олег горкуши исполнил нам прочитал стихи и вручил почет лауреатов у нас был константин пшенков у нас был алексей нилов это актер вот играющий сериалы менты до улицы разбитых фонарей вот все говорили какие-то слова кто у нас еще был а вот арспегасу как раз алексей нилов номинацию да ну у нас еще вообще-то был самый главный человек которого мы все время на по традиции уже теперь он вручает главный приз и озвучивает триумф лауреата кто это илья стогов писатель илья стогов человек книги я тоже прочитала очень очень многие и вообще у меня знакомство этой премии было очень необычно ровно год назад вижу среди моих поэтических друзей тогда я еще вообще не было никак вообще известно блуждает какое-то видео посмотрите обязательно открываю там какая-то премия какой-то поэт такой лохматый что-то выиграл арчит какое-то потом лейтмотивы через весь год прошли разные истории как с этим поэтом так и с другими но в итоге я тогда загорелась мечтой конечно премию выиграть но это так казалось ой недостижимо ну до 35 лет у меня там есть шансы годиков через десять до обязательно а сейчас же в жюри буду сидеть да но если ты захочешь по услугам если ты хочешь ты можешь теперь оценивать как говорится следующих наших лауреатов можно ведь озвучить сколько тебе лет восемнадцать лет господа а уже победитель на всю страну ну ты знаешь ведь не все нашу премию принимают имеется в литературной среде некоторые считают ты знаешь нам на это абсолютно наплевать потому что и честно потому что на самом деле вот вы как триумф ну лауреаты вот которые сейчас вы несете вы настолько сильны и мощны что нам уже понимаешь не нужны никакие чужие мнения в этом ключе как бы потому что у нас у вас есть по свои поклонники да у вас есть и описаешь вы когда вместе объединились все всемиром вот в интернет голосование и почти сейчас уже 22000 там но все равно исаев лидирует попробуйте наберите господа критика литературная чтобы кто-нибудь вот так вот поэзию вы воспринимал в таком как бы масштабе я бы сказал вот а дальше дело вкуса господа дело вкуса еще стихотворение пожалуйста да я сейчас пытаюсь его вспомнить не взяла с собой листочек с подсказкой ну будешь не страшно ты говоришь мне все очень плохо а я тебе говорю не ссы ты за свое развели как лоха вороной белой роняю сыр во вражье пасти конечно лисье пилю объезженный мною сук потом варюсь на гнилые листья в клыки больных кобелей и сук на каждой купленной мною марки не видно цену и зачернил с меня наверное гарсия марки с того полковника сочинил я одиночью-одиночек хоть бы единственный кто обнял да я обмылок обломок прочерк и звезды светит не для меня а я считаю что жизнь как книга роман новелла неважен жанр и вне зависимости от ника ты сможешь произвести пожар пиши блокнот на своем макбуке курсором будто пером скрипя полей бензином дождем самбукой верстая сказку вокруг себя ты можешь в полночь сбежать из дома за сигаретами в горле ком и убежать на вокзал ведомый далеким северным городком нет за тебя не беспокоюсь так поступают однажды все и твой зеленый последний поезд уже стоит на платформе 7 конечно я покиваю будто вступил ногой в твою жгнусь а после как всемогущий будда тебе загадочно улыбнулся ах ты не в теме ах ты не в паре да боже правый себе не ври ты говоришь мне все это парень и жрешь биг тесте с картошкой фри спасибо это такие утянуто разные стихи на это очень оптимистичный стих который настроен на то чтобы мотивировать людей что-то делать без проблем стихами писали люди слушай а ведь реально я перестал ныть и наконец-то сделал закрыл свои хвосты там такому-то предмету а знаешь вот просто люди ожидают если там поэт великий поэт ну надо мудрость стихах высокий слог там вот а стихи и вообще слово может быть разным если оно работает и так сказать кто-то считает это поэзией значит это поэзия и она выживет по-любому вот но слушай у нас на самом деле еще все-таки я бы хотел ты знаешь поблагодарить людей на самом деле которые благодаря которым это премия состоялась вот уже так вот чисто в личном порядке без всяких там рекламы так далее вот честное слово вот искренне мои поклоны признания вот это нашему продюсеру ольги король бородюк которая просто вот всю свою душу всего себя у нас влилась и отдавая это всему всему этому делу вот также мои товарищи вот из оргкомитета премии это валерий пресняков но он тоже член жюри ну они все члены жюри валера спасибо ты просто пришел и заткнул все дыры когда у нас возникли они вот алексей смирнов лёша смирнов кстати это тот человек лёша смирнов который делал вот это оформление как оформление зала отлично вообще да супер вообще мне очень понравилось то что столько сколько там было зоны 500 мест но было бы 600 человек где-то было больше 800 человек 600 точно кто собрать и просто да так нет еще оформление зала я имею ввиду вот это вот ну вот как бы так сделала ну и лёша помогал еще вот еще один лёша и его жуков по моему ему тоже привет вот ребята просто удивительно но лёша еще не только как оформитель еще много-много что делал уже как бы вот так же вот видите кончиков виктор кончиков директор нашей премии вот ребята низкий поклон вам всем вот что вы это все делали со мной вместе и и так сказать теперь вот мы можем результаты оглашать вот хорошо давай еще стихотворение можешь мудрый какой-нибудь такой яркая прямо мудрый яркая просто недавно вот шло как раз так мудра и да давай мудрый вот сейчас уже как бы эфир так ближе к концу но мудрый счастье бриллиантами не надеть не положить в кошелек защелкнув счастье это та . где соприкасаются ваши щеки кончики носа глаза в глаза ближе пьянее тепло к и если не вдарить по тормозам выпорохнуть птицами в поцелуи пусть это будет не первый класс не мастерство века но нет красивее первых ласк нового человека здорово спасибо слушай ну а теперь надо чуть-чуть официоза добавить чуть-чуть ну мы все таки разговора премии комитет по молодежной политике санкт-петербурга и взаимодействию с общественными организациями санкт-петербурга комитет по молодежной политике и благодаря этому тоже все состоялось и благодаря ой общественной организации берег и игорь пенчук он тоже вошел возглавляют он тоже вошел жюри потому что знаешь вот сейчас программа которая не заявлена как какая-то такая вот постфактумно рекламная в которой все должно быть перечислено да вот вот несколько время сейчас пишет о тебе статью да там вот ребята театр вот не помню я какой театр но неважно знаете заглянув в интернет вы можете обнаружить все это тех людей кто нам помогал все это делать вот а событие получилось уникальное собрать на одной сцене даже вот всех тех кого мы собрали давайте еще раз назовем этих героев триумф в ряд премии послушайте меня велимира хлебникова стефания данилова главный победитель ей достался весь приз 11 картин современных художников художники которые тебе приз доставили опять как не назову художники простите меня но бориса филиппово обязательно назову он подарил огромную такую работищу на творческую прихожей нравится тебе да и родителям нравится вот это мощная штука вообще но нам мы так ее для себя оценили так 1500 она стоит сейчас пройдет лет 10 50 будет стоить 500 миллионов но дело же не в оценке у нас в призе кстати всегда всегда в призе у нас будет не 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 материальность а именно нечто такое дух духовное запечатленную материальную то есть некий ход такой жест какой-то который имеет масштаб резонанс в общество в мир ты смотришь на время да что мало ну в принципе не продолжайте продолжайте ладно давайте стихи простят меня художники ребята всем привет и низкий поклон лена данилова александра нильская бобка шелохов олег прегнер влад прилепский был да стефания данилова алексей лужников ой много художников никосафрон да кстати между прочим он тоже вошел член жюри нас вот не жаль я кого-то забыл какой свинья ну простите меня пожалуйста слушаем стихи победителя а они говорят зачем тебе эта девочка с места в карьер да из огня в полы мя ты для него книжечка-однодневочка спаси сохрани господь и помилуй мя если пишу стихи ему кто бы ни был он да хоть прокуренный книжный полуеврей эта влюбленность снегом на космы выпала в доме моем ему всегда день открытых дверей в моих нерожденных книгах ему эпиграфы в поездах самолетах лайнерах только люкс господи ты всегда у меня выигрывал парень из разряда в этого не влюблюсь у него глаза со мной одинаково одинокие и я боюсь что он попросит меня из его жизни вон его номер никогда не звонил на мою нокию моя рука никогда не касалась руки его господи я знаю что вечности нет и не было есть поцелуи и кофе на брудершафт но даже если я буду директор эппела я все равно не смогу его удержать глупые девочки влюбляются в глупых мальчиков рыдают от саундтреков из малибу и носят свое достоинство в пышных мальчиках с надвисами богиня а у меня на лбу написано что это этапчик пройденный на каждый вопрос по теме готов ответ но я откуда-то знаю каждую его родинку они говорят ты дура и гасят свет спасибо стефания данилова наверное последний стих в этой программе я вспомнил еще художников конечно владимир горохов это же который 65 килограмм это который нет это не тот это владимир горохов примитивист художник он такой натюрмортер подарил тебе такой очень симпатичный а илья жигунов между прочим первый гуру лауреат нашей премии теперь он член жюри нашей премии он подарил тебе свой калаш какой-то он специально его делал многие же делали специально были какие-то спортивные фигуры еще да 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 вот ребята всем огромное спасибо и стефания ну что-то что-нибудь скажем там может закричим в конце ребятам и вас всех любим я вообще не представляла что не будет вот такая жизнь как сейчас такая замечательная яркая всем огромное спасибо за то что вы принимаете в ней участие будем стараться делать хорошие дела пока